Воскресенье строители республики отметят свой профессиональный праздник. К нему принято подводить итоги. Созидательные они в коллективе дочернего предприятия Слонимская СПМК-64, одной из ведущих передвижных механизированных колонн Гродненского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия Гродно-Сельстрой. Качественная и надежная работа коллектива СПМК-64. Высокая оценка ей регулярно выставляется заказчиками в Слонимском, Зельвинском, Карельском, Новогрудском, Дятловском районах. Такова география зоны обслуживания слонимских сантехников. Предприятие три года к ряду удерживало переходящее знамя в соревновании строителей района. А в этом году получена, как считает в коллективе, высшая награда строительной отрасли республики. Диплом лауреата конкурса на лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь в номинации «Организация года» в категории «Субподрядная организация». Диплом и памятный знак как реликвия хранятся в кабинете директора. За 30-летнюю историю организации это самая высокая оценка труда строителей. Успех в работе, конечно же, заслуга всего коллектива. Однако специалисты, да и многие рабочие уверены, что с приходом в организацию директора Сергея Митрофановича Барбуська значительно вырос потенциал коллектива и в труде, и в заработках. Ведь от руководителя в этих вопросах зависит очень многое. Как вам сказать этот памятный год? У нас обычно все годы одинаковые. Строим, романом занимаемся. В принципе, то, что мы в этом году проводились конкурс на лучшее достижение 11-го, где мы в номинации с квадратных организаций заняли мы как организацию «Будо». То есть памятный год, что мы действительно дважды участвовали. Первый раз там только выдавали нам тоже диплом, но он как участник. А сейчас уже как-то завоевали этот диплом, но как уже на лучшее достижение Республики Беларусь. В основном это наш труд, который мы стараемся, чтобы было лучше для города, хотя мы обслуживаем пять районов. Это Зельминский, Дятловский, Карачевский и Новогрудский. В каждом районе там имеются участки, свои бригады механизированы, выполняют все задачи, которые поставлены нами, то есть организация. Ну, я думаю, что этот год будет хоть и тяжелый, но все задачи, которые поставлены, я думаю, мы справимся. С начала года средняя зарплата по организации составила 3,5 миллиона рублей, за июль 5 миллионов 300 тысяч. Думаю, что до конца года нам удастся довести зарплату до 700 долларов в эквиваленте. Теперь основной фронт работы организации – молочно-товарные фермы в Новогрудском, Карелийском, Дятловском районах. В нашем районе самые крупные объекты – Сбошницкая и Межевицкая фермы. Причем на той же Сбошницкой ферме специалисты СПМК-64 ведут не только сантехнические работы, но и монтируют железобетонные каркасы фермских сооружений. В этом году создана монтажная бригада. Скорее, это веление времени. Все строительные организации ныне стремятся из специализированных перехвалифицироваться во всеумеющие. СПМК-64 также создала неосвойственное ранее звено – монтажное. И довольно успешно. Пять строителей и монтажников за месяц освоили на монтаже фермы в Сбошино миллиард рублей. Для сравнения, весь коллектив из 132 человек освоил за месяц 3,7 миллиарда рублей. В данный момент мы занимаемся строймонтажом коровников в деревне Сбошино. И параллельно ведем канализацию и водопровод, прокладываем трубы. И в данный момент у нас только канализация полностью проложена, 100%. Остался водопровод, один коровник. И заканчиваем фермы. С собственным монтажом зданий строители подкорректируют себе и зимний фронт работ. Ведь организация зависима от генподрядчиков. А они не всегда подгоняют общестроительные работы под график сантехников. И сантехнические работы, особенно наружные сети, не проведешь зимой, если не обеспечен необходимый объем общестроительных работ. Благодаря опережающему трудовому графику в сравнении с прошлым годом, коллектив СПНК-64 за полугодие получил 1,110 млрд рублей прибыли от реализации, в том числе чистой прибыли, 736 млн рублей. Рентабельность составила 12,6%. Прибыльная работа позволяет стимулировать труд людей. Не только через повышение зарплаты, но и через регулярные поощрения работников ко многим праздникам. Есть средства, есть возможность укреплять материально-техническую базу, улучшать условия труда, что в строительной отрасли, пожалуй, как нигде актуально. Проведен ремонт административного здания, в котором оборудованы комнаты для приема пищи. Уютно обустроены другие бытовые помещения, в том числе душевые. В прошлом году администрация нашла возможность за свои средства сделать отопление в доме ветерана войны в Жировицах. Немалую помощь оказывает организация райбольницы и детскому саду номер 3. Работники СПМК-64 умеют красиво работать. Заботятся они и о внешнем имидже своей организации. Подъездная территория к СПМК превращена в настоящий цветочно-каменный оазис. С собственными силами работники посадили сад, обустроили стоянку для личного автотранспорта. Множество цветов с оригинальными малыми формами из знаменитых уже в наших краях камней известняков формируют мнение постороннему. Здесь работает хозяева. А в планах коллектива – обустройство водоема для отдыха с рыбалкой. Директор СПМК-64 считает коллектив слаженным, профессиональным. Проблемы, конечно, бывают, но их стараются решать на месте. Администрация стремится создавать людям условия для нормального заработка. К примеру, часто водители не загружены работой. Привез, отвез и простой. Во время простоя есть возможность поработать с бригадой. Естественно, заработать больше. Было бы желание. Кстати, в жаркий летний трудовой график сантехники часто работают и больше установленного времени. Можно было бы и увеличить штат, но, к сожалению, квалифицированных специалистов найти трудно. Многие все же уезжают в Россию за большим заработком. А тем временем в СПМК-64 повышают и зарплату, и обновляют средства малой механизации, и приобретают новую технику. В результате только за последние пять лет объемы выполненных работ возросли в 10 раз. Немногие строительные организации способны похвастаться таким ростом. Директор организации уверен, если бы не большая дебиторская задолженность перед их предприятием, администрация и коллектив смогли бы еще больше повысить и производительность труда, и ту же зарплату, которая, кстати, в июле среди строителей района была самой высокой. Как говорится, по труду и честь. Редактор субтитров А.Семкин